В заседании комиссии по присвоению названий улицам и площадям приняли участие представители районной администрации, историки, депутаты, представители общественной палаты. В повестке дня было 9 вопросов. Не секрет, что за последние годы образовалось много новых территорий, которые не имеют собственного названия. И это вызывает неудобства для регистрации объектов и присвоения им адресов. Например, от Ярославского шоссе до Старого кладбища есть безымянный проезд. Было предложено назвать его «летний проезд» и переименовать автобусную остановку. Жители поселка Коемка, там у них остановка под названием Коопыш. Ну, неприятный. Дальше же провод не было, как объявление, вот этот момент вызывал жителей. В основном вопросы обращались они не один раз. Я еще раз обращаюсь к комиссии, официальные письма там все направлены, переименовать остановку. Тургу. Более позитивный название. А жители, я уже знаком с предложениями там по переулке, так что жители бы больше устроили все-таки предложение Рославское шоссе. Мне нравится. Ну, совсем там начинается, но в принципе оно там проходит. И как бы в разных остановках никак не обозначается. Может быть это в названии, оно все-таки у нас историческое, это место. Не претендуем как бы ни на что. В принципе, по сути, я согласен, что надо перенять остановку кладбища. Но если мы будем принимать решение, поскольку для нормативной правой деятельности нашего управления, это целая эпопея с переименованием и оформлением кучи разных документов по нормативам. Поэтому, если можно, мы название сейчас утвердим, да, но еще бы хотелось бы рассмотреть, тогда мы подготовим еще перечень автобусных остановок, где название, собственно, не соответствует действительности. Либо их, может быть, ликвидировать на усмотрение комиссии, либо переименовать. Ну, в частности, недалеко, на первое время, на остановку Бойной находится у нас. Никакого отношения ни к этой Бойной не имеет. И, собственно говоря, ну, еще есть несколько таких остановочных пунктов в центре города, в центральной части города. Поэтому хотелось бы, чтобы мы за основу какое-то решение выдавали, но еще раз бы собрались и по всем, мы напишем в адрес комиссии, обращения, чтобы рассмотрели уже комплексно, чтобы мы переделали все документы с переименованием не одной остановки, а уже всех тех, которые вызывают у нас недоразумение. Летний проезд, конечно, оно более романтическое, красивое, так уж назовем. Ряд на кладбище. Да, и тем более, ну, оно не относится ни к чему, по сути, там, не к кладбище. Но когда говорят люди, где ты живешь на кладбище, то это уже как-то неприятно, само собой. Поэтому здесь, конечно, обсуждать надо, скорее всего, наверное, последний деталь, что в телевидении проезд. О необходимости присвоения названий улицам говорят уже и в самой администрации. То, как не мы знаем лучше всю нашу лучшую дорожную сеть на территории города, ну и практически района, ну и мы уже начали путаться, значит, в адресном перечне тех новостроек, которые у нас в городе существуют. Непонятна логистика присвоения адресов, значит, вот в частности, давайте начнем с Канасовского поселка. Большой микрорайон расстраивается, это восточная часть после улицы Санаторной. Значит, большая застройка идет, дачные кооперативы, уже в наш адрес даже обращаются уже водители-перевозчики такси. Значит, почему-то вот присылаются ближайшие названия улицы Санаторной к новой застройке и пошло АБВГД. Значит, дома с нумерацией. Такая же ситуация у нас складывается в застройке западного поселка в районе улицы Малахировская, Советская. Значит, там я вообще не понимаю, как эти улицы переходят одна из другой, справа налево, значит, с поворотами. Вот, и, собственно говоря, это наша старейшая новая застройка, которая двигается, это Гражданский поселок в районе, вот, если мы едем на кладбище, по правую сторону, теперь между улицей Гражданской, скажем так, и Западным шоссе. Наведение порядка в этой сфере просто необходимо. В последние годы в топонимической практике идет возврат к старым названиям и восстановлению утраченных. В частности, на Афанасовском поселке от пруда Яблонька пойдут улицы Яблоневая горка и Спарыховская. Там действительно исторически после войны был разбит большой яблоневый сад. И у населения этот пруд стал традиционно называться пруд Яблонька, такое народное название. И, собственно, эта Яблоневая горка так она и пошла. Оставки Яблоневого сада еще просматриваются, там 5-6 уже таких древних яблонь. Когда-то у нас еще в начале 2000-х была топонимическая комиссия нашими предшественниками. Принято такое правило, что ли, которое нигде не закреплено, что максимально возвращать исторические топонимы, утраченные, забытые, через присвоение улиц или каких-то местностей. Это сельская местность. Где сейчас садоводство нефтяника, а это вот в створе этой дороги, которую обсуждаем, оно находится в лакокраске. Там располагалась раньше деревня Спарыхова в XVI веке, которая потом прекратила существование, стала пустошью, народ выселился. Но местность эта так вот еще прослеживалась на старых картах некоторое время. Поэтому у меня возникло предложение вот этот топоним восстановить, закрепить название этого проезда Спарыховской улицы. Комиссия согласилась с предложением. Когда речь идет о простых названиях, решение принимает комиссия, а утверждает уже районная администрация. А вот присвоение имен знаменитых людей происходит уже с учетом мнения общественности. Так, площади перед проходной Земза, где установлена скульптура рабочий и инженер, планируется присвоить имя конструктора Георгия Шпагина, но это еще будет обсуждаться. На Благовещенском поле требуют имен сразу две новых улицы. Одной из них предлагается присвоить имя героя Советского Союза лейтенанта Алексеева. И он почетный гражданин вообще к тому же. Не он, у тебя не оба почетные граждане граждане. Оба? Оба, Алексеевы, да, и Дмитрия, да, и все. И он тем более обязан просто иметь название улицы имя почетного гражданина, лейтенанта Алексеева. Дело все в том, что получается, что это самое. Ну, место, по чему меня привлекло, что далеко от его дома, где он жил. Он, конечно, родился не здесь, он родился где в Парловской области. Он здесь несколько лет поработал после училища и ушел в армию. И уже 41-го года в армию. В 43-м погиб. Да, ну, а вторая тут даже история примерно, как и со Спарыховской улицы. Буквально рядом находилась деревня под названием Бетюково. Поэтому я решил особо не изобретать, а пойти по тому же пути, изыскание историков. Деревню Бетюково потом, которая также по той же схеме превратилась в куш, потому что к каким-то причинам. И предложил название улицы Бетюковская. Благодаря исследованию кандидата исторических наук Владимира Ткаченко, исторические названия исчезнувших деревень получат три вновь создаваемые улицы на гражданском поселке. Совершенно новая застройка планируется между Троицкой и Флопадой и гражданским поселком. Тоже я решил воспроизвести название трех деревень, которые были в этой местности. Деревня Олешково или Олешково, опять вопрос с ударением, как удобнее произносить. Люшино и Соколово. Ну, на месте Олешково, понятно, построен гражданский поселок был в свое время. Поэтому там, понятно, никаких следов. Люшино еще прослеживается на картах 1930-х годов, как урочище. То есть это довольно свежий тополин. Да, да, да. То есть он еще даже в памяти не народный может быть. Ну и дальше туда, к садомовству Крот, еще была деревня Соколово, которую мы тоже решили так немножко притянуть. Таким образом появятся Олешковская, Соколовская и Люшинская улицы. А вот присвоение треугольнику между дорог при въезде на ферму название «Площадь защитников Отечества» вызвало дебаты. Здесь какая-то площадь, вот где она? Треугольник, да. Что на этой площади? Вот я почему спросил, что у нас дружно? Сейчас у меня это число, я думаю, площадь. Треугольник. Ну, как бы место. В данный момент треугольник. Да, будет круг. Будет, перейдет название на круг. В центре есть памятник, свечка, да, памятный знак стоит. Опять же, опять же, мы не можем никак нормально назвать там автобусную остановку. Будет название площади, будет хорошее название автобусной остановки. Будет якорный ориентир в городе. Там есть активные граждане, ну, бывшие сотрудники, ну, военные. Пригласить их там, допустим, много их не надо, там, человек 4-5 пригласить, посоветоваться. Вдруг они тоже и назвали это предложение. Потому что, если мы сейчас говорим от истории, они могут вспомнить, как все начиналось. Этот вопрос еще будет обсуждаться. Одной из проблем является присвоение адресов дачным поселкам рядом с деревнями. Таким территориям, которые вокруг деревня, деревень возникают, присваиваем название, содержащее название деревни, и какое-то добавление в зависимости от ландшафта или стороны света, если уж больше не на что опереться, или в зависимости от характера застройки и использования этих участков. Таким образом, в Ходьковском поселении после обсуждения с местными депутатами группа участков рядом с деревней Быково получит название «Быково-дачное». Еще одно новое название появится у переулка на восточном поселке рядом с Песчаной улицей. У меня были предложения, поскольку это находится в середине улицы Ленина, а с одной стороны Крупской, у меня было сначала идея, имя Инессы Армак при своей. Она тоже видна революционер. Есть улицы в Пустое, которые именем названы, заслуженный человек. По логистике, конечно, удобный Песчаный переулок, потому что въезд на него с улицы Песчаный. Но, с другой стороны, он географически к Песчаной улице вообще никак не относится. Он больше примыкает к массиву, который где Ленина, Крупской. На забор к этому массиву возник. Поэтому у меня было третье предложение, которое почему-то не попало в этот вариант. Усаденный переулок, который лучше ложится на топонимическую традицию этой местности, где улица Огородная, Садово-Бульварная, Бульварная, Полевая. И усаденный переулок там, мне показалось, ляжет лучше. Теперь слово за районной администрацией. И тогда на карте города и района появятся новые красивые и исторические названия. Продолжение следует...